Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном программе «Открытый эфир» я, Владимир Банчиков. Сегодня у нас в гостях руководитель шаманского центра «Тенгери» Баир Жамбалыч Цариндаджиев. Здравствуйте, Баир Жамбалыч! Вы у нас не первый раз, я надеюсь, очень надеюсь, что не последний, потому что с вами общаться не просто интересно, но и полезно, я думаю, всем и нашим телезрителям, и мне лично это однозначно. Я бы хотел задать вам первый такой вопрос. Вы, как верховный, ну, можно сказать так, шаман, ладно, неважно, это должность, тут совершенно ни при чем, занимаетесь бурятскими родами. Расскажите, пожалуйста, какие у бурят есть основные роды? Я думаю, что вот именно мы, как нации, как именно бурятский этнос, вот довольно молодой, я думаю, мы откололись, как бы являемся веткой села монгольского мира, и как нации вот именно появились, когда улились именно российские государства. И отсюда у нас послала вот именно основополагающая нация буряты. И здесь у нас именно наши, наши нации вот именно делятся на племена, четыре основополагающие племени, это Булагат, Ихирид, Хориде и Хонгодр. И также вот именно период, когда возникала граница, период между собранных воином Монгольской империи, вот вышли именно собственные монгольские роды, которые именно перешли границу. Более на данный момент по этнографическим исследованиям у нас, у бурятской, у бурят насчитывается около 190 родов. Это довольно много родов. Я думаю, что вот именно родовое отношение, родоплеменной, именно образ, уклад жизни, старину нам давало большой стимул, стимул жизни, стимул прогресса. Потому что вот именно когда мы жили, знали свои рода, поклонялись своим предкам, знали своих божеств и поклонялись, верили их могушеству. У нас был большой пример, пример именно своих богатырей, пример именно своих матерей, которые давала нам жизнь, и пример именно геройства и так далее. И, конечно, вот именно период, когда пришло, скажем, как новая религия, скажем, атеизм. То есть отрицание всех религий? Отрицание всех религий, отрицание именно духовной жизни, а поклонение именно материальному миру, скажем. Что сейчас наиболее, по-моему, актуально в наше особенное время. Да, вот именно наше актуальное время, вот именно мы далеко отошли, наверное, от духовного мира. Мы ближе к материальному миру, который нас окружает и нас как будто манит. Эти же денежные, финансовые, экономические, бытовые проблемы и так далее, которые связаны именно с материальным миром. Как нам вернуться всем миром сообща, да, вот к духовности? Вот какой у вас рецепт, я не знаю, там, возвращения? Особенно это касается, наверное, молодежи, потому что вернуть, допустим, людей моего возраста, если атеистам, бесполезно уже. Я думаю, что вот именно нынче, вот именно среди прихожан, если посмотреть, в процентном отношении больше всего ходит молодежь. Именно место наше, территориальное место пребывания нашей планеты Земля, вот именно азиатский регион, вот наш регион издавна славилась тем, что вот она была всегда духовна. И я думаю, что вот этот, тот период, скажем, материального мира, оно ушло, должно уйти сейчас. Она, я думаю, вот земля, место проживания и место именно существования нас играет большую роль именно в формировании личности, формировании его эго, формировании его духовного состояния и так далее. Вокруг вот наша, мы говорим, природа, мы говорим вот горы, реки, и все это окружающее у нас дает именно очень много духовного. Если, например, период атеизма, скажем, я не скажу, что вот именно наши народы полностью ушли именно в материальный мир, потому что даже, скажем, верхушки элита, скажем, общества, даже, скажем, интеллигенция сугубо, хоть были они атеисты, но очень интересовались духовным миром, и они поклонялись своим родовым божествам, поклонялись божествам бурятского народа. Вот вы говорите о 190 бурятских родах, но у нас, если мы такой чуть-чуть затронем, такой политический момент, да, даже этнополитический обыскал момент, это вот разделение бурят на западных, восточных и агинских. Ну да, так же, как у нас бытует, вот дома, на кухне, там, говорят об этом. Да, западный бурят, восточный бурят или агинский бурят. Вот это как сказывается на общности народа и на его духовности? Вот эта общность сейчас, период, скажем, материального мира, она была очень заметна, заметна тем, что вот наш народ разделялся, вот именно, скажем, восточных и западных бурят. И эта же проблема была в начале, скажем, 1900 года, период вот именно социальных переобразований, революции, демократического переобразования и так далее. И именно здесь играла вот такая роль именно глобализации всего нашего мира, всего нашего народа, когда наш народ вступал именно, вот именно общность глобализации. И тогда вот именно, скажем, от духовности начало определяться вот именно то сознание, вот именно восточные, западные и так далее, вот такие тонкие моменты. Но на данном этапе, когда вот у нас есть столица, Лауде, и здесь собираются вот что и западные и восточные буряты, и здесь вот именно формируется та личность, которую вот говорим мы вот именно, вот тот молодежь, которой мы говорим вот истинные буряты. Я вот почему-то вот так считаю. Они сугубо отдалены от понятия, что западные буряты, восточные буряты. Они уже в втором, третьем поколении уже живут в нашей столице, и они далеки той понятии, что разделяет их какая-то граница. И вот, и то, что вот главное, религиозная, духовная вера. Вот было понятие вот именно восточной стороны бурят, пришло буддизм, западной стороны пришло вот именно миссионерство, христианство. И здесь вот именно соприкосновение двух религий играло, конечно, большую роль именно сознание, духовное сознание человека. И здесь началось вот именно формирование той личности, которой они столкнулись и начали вот именно внутренний, скажем, менталитет поменялся. И вот этот период, самое главное, что сейчас на данном периоде, вот когда произошло столкновение двух, скажем, оригинальных бурят, формировалась вот средняя общность. И вот эти общности сейчас вот играют большую роль объединение, вот, скажем, и западных, и восточных бурят, стирание границы, появление вот именно собственно национального мнения, как бурятского народа в целом. Вот продолжая тему, теперь уже, наоборот, возвращаясь к теме вот именно шаманизма, что такое родовые обряды? Об этом, пожалуйста, подробнее расскажите. Потому что мы много знаем, да, слышим там по радио, что проводится там-то, там-то родовой обряд, такое-то, такое-то, вот, что это такое, что для этого нужно человеку, который хочет прийти и сделать там этот обряд. Ну, в общем, все, что вот нужно. Ну, давайте здесь вкратце объясню, что вот именно, вот, четыре племени, ихили, булагат, хорьи, хангодр, вот, основообразующие племена бурятского народа, и те роды, которые примкнулись именно нашим, нашим бурятскому народу, которые образуем сейчас целостный бурятский народ. И вот в целостности, вот, мы все молимся 99 тенгриям. Это высшие, мы говорим, тенгрии, высшие божества, это говорим на современном языке, скажем, это космос, ага, скажем, это Вселенная, это Галактика. И также вот наша планета, мы, которую мы образуем, срединый мир и подземный мир, который гласит, что существует подземный 8 миров, которые находятся под нами. И все вот, вот, нас народ, все поклонялись этому, благодаря своим предкам, своему родовым божествам, скажем. Ихириты поклонялись, вот, именно, основной из 99 тенгрию, они поклонялись Мунгун Саран Тенгрию, Булагаты поклонялись Саран Тенгрию, это хоринцы поклонялись именно Сахилаган Саран Тенгрию, а хангодыры поклонялись Ухин Саран Тенгрию. Здесь мы, вот, различия, они все находятся именно с западной стороны, 55 тенгрию, и все они относятся к белым тенгриям. И вот поклонение, вот, она передавалась родам, скажем, Ихиритские рода, мы говорим, Ихиритские основополагающие 4 рода, отсюда вышли подроды, которые обосновали собственный Ихиритский род. Булагаты, мы говорим, собственно, 8 родов, которые начали, и она раздробилась множество родов. Хоринцы, это 11 родов, которые тоже путем раздробления дошли до 36 подродов, и, собственно, хангодыровый род, а мы говорим, 18 хангодыровых родов. И вот, если об этом, вот, мы говорим, это поклонение, мы все выходцы тенгрии, мы выходцы вселенной, мы отсюда пришли, вот, именно, наши, вот, на наш мир, на землю. Мы, вот, и мы поклоняем наши предки, про-про-предки, которые мы поклоняемся, они находятся, вот, именно их место обитания, место пребывания является, вот, тенгрии, космос. Мы поклоняемся космосу. И каждый род до сих пор несет, вот, ту историю, которая, вот, имеет большой смысл для каждого человека. И, вот, родовое поклонение, оно означает, вот, поклонение своим началом. Началом, это, своим родовым предкам, которые были славны их роду. Их, в некоторых родах их насчитывалось очень много. Она доходила от человека, собственно, который сейчас живет. Она начиналась в Камлане, и, вот, именно на Камлане проходило, вот, именно считать, вот, те божества, которые, вот, находили, жили в их родах. Она доходила до сорока, до пятидесяти. И, собственно, она уходила в космос. Камлане, Боя Жамбалыч, вот, поподробнее, пожалуйста, что такое Камлане? Вот, многие же, вот, не знают просто, что это такое, на самом деле, что это за обряд такой, что это вот вообще? Да, это Камлане, мы называем Таэлра, Таэха, то есть, поклоняться, дословный перевод. Само слово Камлане, оно тоже приходит и венкистского, как и шаман. Камлане, это слово Кам, шаман. Камладь, это шаманит, как получается, на русском языке. А у нас, говорит, Боулыха, Бо, это петь. Бо, это человек, поющий. А Боулыха, это петь, своим песнопением обращается к своим предкам. Как определить свой род? Если ты, допустим, ну, бывают же такие люди, которые, ну, потеряли свой род, там, как-то, вот, как здесь быть, это один, первая часть вопроса, и вторая часть вопроса, как быть русским? Ведь вы никому не отказываете, ни в помощи, ни в содействии, ни, тем более, вот, в проведении обрядов. Вот здесь, пожалуйста, расскажите, Боя Жабалыч, как быть. Я для бурят считаю, вот, именно нахождение своего рода, нахождение своей родовой ветки, нахождение своих родовых божеств и так далее, не имеет такого большого труда. Потому что мы, буряты, жили, вот, именно этническо своей территорией, которая ограничила, вот, именно, водорожде, горы и так далее, вот, скажем, например, с этой стороны ангары жили булагатские племена, с этой стороны ангары жили хангодорские племена, по реке Лени, Куде, выше жили и хиридские племена, скажем, по реке Удей и на восток жили хоринские племена. Вот именно по месту пребывания, проживания, скажем, дедов, прадедов, ага, вот, можно найти, где, откуда ты приходишь и какого рода ты являешься. Для этого достаточно, я не вижу никакого... Единственных препятствий нахождения. Если шаман или человек, который определяет роды, имеет какое-то, вот, именно, историческое знание или знание, религиозное знание, вот, именно, по роду, то он всегда и без никаких, он определит род. А что касаемо, вот, скажем, других народов. Это, знаете, вот, на примере я расскажу, что вот, интересно в том, что вот я сам выходец с Агинска, села Чиндалей, и вот я, когда формировался моя шаманская личность, я жил в Чиндалей и знал, вот, сколько у него родов. Там один, два, три рода были. И когда переехал в Агинск, знал уже Агинских восемь родов. Когда переехал в Улан-Удэ, я уже начал понимать родовые, вот, именно, всех бурят. А когда начали приходить уже другие прихожане, приходится познавать уже, немножко обогащать свою историю. То есть, знать уже о всех народах, заселяющих нашу землю. Историю, вот, именно, вот, я очень интересуюсь историей Древней Руси и так далее. И откуда произошли, вот, именно, русские, какие были племена, славяне, поляне, древляне и так далее. Как она, все это. Вот отсюда, вот, исходит, вот, именно, знание. И, конечно, вот, именно, камлане, хождение транс. И в этом состоянии, вот, именно, помогает, вот, именно, определяться, кто же мы и откуда. Я думаю, что, вот, на данном момента, в целом, у нас, Российской империи, настолько перемещена кровь. И у нас в Бурят много и славянских кровей, и много кровей из Центральной Азии. Гуннских, чурских, китайских и так далее. Так что, я вот, думаю, что быть хорошим шаманом, это быть хорошим историком, знанием. Психологом, в первую очередь. И так далее. Борис Жанбалович, у нас, к сожалению, осталось немного времени. Я по традиции предоставляю вам слово обратиться к нашим телезрителям, к вашим прихожанам с вашими, вот, словами. Пожалуйста. Дорогие, вот, именно, телезрители, дорогие наши земляки, я обращаюсь, вот, именно, сейчас, уже весна, скоро лето. Здесь самый, такой момент поклонения своим родам, родовым божествам, поклонения своим предкам, своему началу. Ведь поклонение своим корням, оно дает такую энергию и такую жизненную начало, которое вот именно вам даст большую силу. Я желаю вам удачи, благополучия, чтобы расцветал ваш род, чтобы у нас убырят и людей, народов, живущих в нашей республике, чтобы было много детей, чтобы просветало наше государство, наша республика. Спасибо большое, замечательные слова. Со своей стороны, хочется вам, Байжан Балыч, пожелать вот что. Самое главное, чтобы как можно быстрее ваши прихожане посетили новый, отстроенный храм. Я правильно выразился? Храм, это будет храм? Да, это будет храм. Храм небу, храм тенгри. Это называется тенгри орден, а дословно означает дворец неба. Вот, чтобы как можно быстрее мы все могли туда попасть. Вот это вам хочется в первую очередь пожелать. Спасибо большое за беседу. Уважаемые телезрители, я напомню, что в гостях программы «Открытый эфир» был руководитель шаманского центра Тенгри Байжан Балыч Терендаржиев. Я Владимир Банчиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин